У самого водохранилища уже развернут лагерь с палатками, с полевой кухней, генераторы, бензопилы. Всё есть. Миссия у военных инженеров очень ответственная. Предотвратить масштабное затопление весной. Смотрите репортаж Дениса Алексеева. Палаточный лагерь вблизи места схода скальных пород. Здесь продолжают размещаться специалисты инженерных войск. По поручению президента, Минобороны направила в район катаклизма спецподразделение Восточного военного округа. Обследовать завалы и составить план взрывных работ. Как выяснилось, это едва ли не единственный способ восстановить русло реки Бурея. Инженерную разведку мы провели. Результаты следующие. Для того, чтобы нормально восстановить течение реки Бурея, необходимо произвести разрушение перемычки, оползня. Размеры примерно 150 на 80. И высоту на 25 метров. Значит, это можно сделать двумя способами на сегодняшний день. Это с применением авиации с авиабомбами. И с применением обычных зарядов силами 14-й инженерной бригады. Для этого понадобится нам порядка 60 тонн взрывчатки. Последствия крупнейшего за много лет. Оползня в Верхнебуринском районе Хабаровского края лучше всего видны с воздуха. Из вертолетов. Сначала так. Масштабность бедствия оценивали сотрудники МЧС. Итог. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, но с пометкой в качестве превентивной меры. Учитывая, что ситуация очень неординарная, поэтому явная гроза присутствует каждую минуту. Но предсказать мы ее не можем. Сегодня каких-то критических ситуаций, связанных с безопасностью жизни людей, их таковых нет. Но вода поднимается, вода находится в критическом уровне по отношению к прошлому году. Это может произойти любая ситуация. Теперь подключилась и военная авиация. Задача как можно точнее оценить масштабы последствий оползня. Карты по транспортировке тяжелой техники и спецоборудования к месту расчищения каменных завалов постоянно корректируются. Здесь же уже развернулась и экспедиция ученых. Оценить, насколько уровень воды в реке может быть превышен и отразится ли это на весеннем паводке, предстоит именно им. Для того, чтобы оценить размер оползня, значительная часть его находится под водой, мы проведем бурение льда и измерение глубин, чтобы оценить размеры, поскольку от этого зависит, как он будет размываться при подъеме уровня воды. Вторая задача это оценить, идет фильтрация через плотину или медию, попытаемся ее оценить, пробудив лед и измерив возможные расходы воды и скорость течения, если они там будут. Проведем исследование крутых склонов на этом участке, насколько они устойчивые. Ниже по течению расположилась Бурейская ГЭС. Несмотря на то, что расходы воды пришлось сократить, выработка электроэнергии на станции проходит в штатном режиме. К Бурейскому водохранилищу вертолетами продолжают доставлять дизель-генераторы, палатки и средства связи. Денис Алексеев, Мария Слободянская, Вести.